Здравствуйте, товарищи! Сегодня речь пойдёт о программе и уставе Рабочей партии России. Программа «Устав Рабочей партии России» не является документами, которые кто-то взял и написал. И вдруг они стали существовать. Программа «Устав Рабочей партии России» имеет довольно долгую историю. Эта история связана с тем, какая борьба развернулась в партии, начиная с 1989 года. Когда те силы, которые поняли, что куда верхушка партии заводит партию, что она её сводит с пути развития социализма в полный коммунизм и начинает разворачивать её в прямо в противоположную сторону. Как углубить и сделать необратимую революционную перестройку, которая по инициативе и под руководством партии развернулась в нашей стране? Вот коренной вопрос, стоящий перед нами делегатами 19-й всесоюзной партийной конференции. Перестройка, как и всякая революция сверху, по мере своего развития и углубления захватывает интересы всех слоёв общества. Ведь слово «перестройка» означает изменение общественного строя. Если бы люди хоть следили за словами и могли бы читать «перестройка» – это переход к какому конкретному строю? К противоположному. Ответом могло бы послужить выступление профессора ленинградца Попова. Является ли перестройка революцией? Ну, нам уже сказали, что она является. Нам остаётся записать, и, как я понимаю, мы делали, вернее, некоторые делали в застойные годы. Я к этому числу не принадлежу, не принадлежал и принадлежать не буду. Так вот, некоторые товарищи сразу повторяли и разъясняли в своих трудах, как разъясняли экономную экономику, развитой социализм и другие великие достижения, творцы которых сегодня расселись в президентском совете и в других высших учреждениях государства и партии. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно. И я не собираюсь здесь никого учить. Здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественно-экономической формации к другой со сменой у власти класса, причём непременно реакционного класса на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Ни Теневикили и ни Непманы новоявленные. Это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих? О крестьянах? Об интеллигенции? Может, о профессорах? Может, профессора могут у нас скупить фабрики и заводы? Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперёд не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция. Тем более, что эта перестройка уже начиналась тогда, когда основные положения, составляющие столпы теории мархизма-ленинизма были опорочены, выброшены, и партия отказалась от диктатуры Патриата ещё в 1961 году. В 1985 году, когда Горбачёв начал свои активные действия по продолжению курса Хрущёва, эти действия проводились уже, посчитайте, через 20 лет после экономической реформы. А экономическая реформа 1965 года повернула экономику на рынок, она подготовила кадры, которые ориентировались только на мешок денег, только на объём реализации, прибыль, рентабельность, а не на удовлетворение потребностей трудящихся, не на развитие людей, не на освобождение их от тяжёлого труда и не на сокращение рабочего времени. То есть, эта экономическая реформа, она исподвали, но постоянно разрушала изнутри социализм и привела к тому, что начал разрушаться и базис. А он уже политически, идеологически был разрушен постановлением 22-го съезда о том, что диктатура Патриата, дескать, свой срок отслужила, она больше не нужна, у нас общенародное государство. И, конечно, очень печально, что тогда товарищи, которые должны были бы изучать и Маркса, и Энгельса, не приняли во внимание то, что не может быть государство, которое без диктатуры Патриата. Надо сказать, что такие попытки были и при Сталине. Недавно в Правде опубликовали целый ряд статей, в которых говорится о проекте программы, который готовился, так сказать, для того, чтобы на 19-м съезде предложить другую программу. Вот. И в этих проектах уже была заложена, так сказать, идея, что, так сказать, у нас государство станет всенародным. Товарищ Сталин отправил это всё в архив надолго, без права и публикации, без специального решения. И с этим, так сказать, другими словами, пока я жив, не будет такой программы. Ну вот ждали товарищи, видимо, когда товарищ Сталин не будет жив, и, так сказать, на одном съезде оклеветали, а на втором съезде изменили программу. Поэтому задача наша состояла не просто в том, что мы должны были собрать коммунистические силы, которые остались в партии, прежде всего, и не только в партии, в обществе, поскольку общество у нас было социалистическое, или, другими словами, коммунистическое в первой фазе, и коммунистов было много. Вот собрать эти коммунистические силы, и мы начали их собирать. Собирали мы, прежде всего, путём создания Объединённого фронта трудящихся. Сначала Ленинграда, потом появился Объединённый фронт трудящихся Москвы, потом был создан Объединённый фронт трудящихся России, и довольно мощная была организация. От неё мы даже в пику Ельцина вытянули генерала Макашёва, который считал и прямо называл Горбачёва предателем. Чего же я хочу сделать для своего народа? Я не обещаю ни за 500, ни за 1000 дней и ночей больших глаз. Я обещаю законным образом конституционный порядок, где каждый обязан трудиться, а не спекулировать. Мы за единую и неделимую Российскую Федерацию в границах 45-го года, стабилизацию обстановки и межнационального согласия. А кандидатом в вице-президентом был профессор Сергеев, один из активных участников Объединённого фронта трудящихся. Из членов партии, входящих в Объединённый фронт трудящихся России, было образовано движение, инициативное движение коммунистов России. Это инициативное движение поставило своей задачей разработку программы партии. Вот эту разработку мы делали, можно сказать, втроём. Профессор Долгов, профессор Золотов Александр Владимирович, который вы, я думаю, хорошо знаете, и я. И уже вскоре была подготовлена программа, которая решала такие задачи. Значит, взять то из программы РСДРП большевиков, что сохраняет свою ценность, взять то, что имело место в программе РКПБ, которая была принята уже восьмым съездом, и в которой Сталин не изменил ни одной буквы за всё время своего существования, как руководителя партии, и не поставил этот вопрос нигде на съезде. Вот взять оттуда то, что повыкидывали, повыбрасывали предатели дела коммунизма и социализма, и поставить в эту самую программу новые задачи, связанные с тем, с возвращением России и Советского Союза на путь социализма, и возрождение России, и возрождение Советского Союза. Вот задача, которая перед нами стояла. И мы к моменту, когда Горбачёв предлагал всякие свои проекты и программы, мы разработали этот проект, распечатали его, в том числе распечатали его в газете «Нижегородский рабочий». Большим тиражом был издан проект «Инициативное удерживание коммунистов России». И ещё одна публикация была очень интересная этого проекта программы. Это то, что было напечатано в Кронштадте. И мы тогда говорили, что сейчас весь народ смотрит на Ленинград, а Ленинград на Кронштадт. В Кронштадте красиво издана, и мы с товарищем Золотовым были вдвоём на секретариате ЦК, в зале секретариата ЦК, в тот день, когда члены Российской коммунистической рабочей партии окружали этот самый, окружали здание ЦК, и пропускали только тех, кто на вопрос «Ты коммунист?» говорил «Да». Тогда его пропускали. А если говорил «Нет», тогда его не пропускали. А тем, кто говорил, что он коммунист, давали проект программы, в которой было написано «Изгнать из партии», проводящую антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачёва. И вот этот проект мы с товарищем Золотом на секретариате ЦК, в обсуждении, там было человек 60 в этом зале ЦК, в секретариате. Мы, так сказать, отдельный вопрос, как мы получили туда пригласительные билеты, нам помогли. Были товарищи в партии, в том числе товарищ Лучинский, который был в своё время первым секретарём Компартии в Молдавии, и в то же время товарищ Сергеев, который уже занимал пост, он был избран в ЦК от движения коммунистической инициативы. Вот, и наши товарищи, многие, в том числе тоже Золотов, Долгов, Тюлькин, они были избраны членами Центрального комитета Российской коммунистической КП РСФСР, Компартии РСФСР. Короче говоря, мы вот там присутствовали, я получил быстрое слово и оценил эту программу, которую предлагал Горбачёв с компанией, как антикоммунистическую. Вот, раздали мы всем членам секретариата и всем участникам заседания свои брошюры, которые, конечно, выглядели гораздо лучше, чем эти на ксероксе сделаны программки Горбачёва. Вот, и все, так сказать, читали на первой странице изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачёва. Более того, вот в той газете, которую газета называлась «Молния», которую раздавали всем идущим в здании ЦК, тоже была напечатана эта программа, и каждый получал, и Горбачёв вошёл в зал «Красный как рак» и держал в руках газету «Молния», и со словами «Дошли пикеты, мидинги, плакаты, буклеты» и стал зачитывать, из чего я сразу понял, что он дураковатый, то есть он стал зачитывать, вот изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачёва. Зачитал. Я сразу попросил, но мне он почитал потом. А потом я выступил, а после меня выступил товарищ Золотов, чуть-чуть попозже. Он совсем был молодой тогда, и поэтому надеждой решали его выступление. Он также выступал на инициативном съезде, и все рассчитывали, что молодёжь с ними, а молодёжь оказалась против них. То есть Золотов выступил тоже против этого проекта, программы, который был. То есть мы давно уже заготовили проект, программы. Поэтому как только КПСС была закрыта, мы мигом стали собирать съезд. При этом наши товарищи из КПРСФСР, которые залегли на дно, и которые ждали, когда им, может быть, разрешат, создавать партию, нам говорили, «Да что, там у Ельцина лежит на столе указ о запрете всякой коммунистической деятельности в России». Я говорю, ну мало ли что там, чего там лежит на столе. Ну это же не указ, не подписан. Ну положите на стол другой указ о разрешении всякой коммунистической деятельности. Ну что вы такие запуганные? Никто вам ничего не запретил пока. Это раз. Во-вторых, не запретили КПРСФСР. КПРСФСР приостановили. Где? Только на государственных предприятиях. А у вас сейчас все будет частное. У вас вообще никакого нет запрета деятельности партии, потому что деятельность партии только в государственных предприятиях была приостановлена, а не запрещена. Запрета вообще не было. И одним из первых указов президента Ельцина будет указ о прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР. Определенные круги расценят эту акцию как действие, направленное прежде всего против КПСС, как шаг к существенному ограничению демократических свобод и прав граждан России. Короче говоря, мы начали срочно готовить съезд. Съезд был приготовлен. Но если считаете, летом 1991 года КПСС была приостановлена и Компартия РСФСР. И деятельность приостановлена в государственных организациях. Мы тут же начали готовить съезд и провели его в Свердловске при поддержке профсоюзов. Поэтому, чтобы провести съезд, могу вам доложить, для этого нужно помещение, хорошее, раз. Нужно, чтобы люди, между прочим, могли где-то переночевать и, скажем, иметь в гостиницу. Так вот, это все сделали, нам помогли Свердловский профсоюз. Вот, а со Свердловским профсоюзом договаривался ВЦС-ПС. В ВЦС мы с товарищем Федотовым выступали. Федотов выступал и объяснял, что нужно выбор проводить по трудовым коллективам. И шестой пленум ВЦС-ПС поддержал наше предложение. Это вот один из программных пунктов наших о том, что и выборы должны быть по трудовым коллективам. Вот, кроме того, нам для СЗВ Объединенного фронта трудящихся предоставили Дворец труда и все средства связи, какие были здесь, в Ленинграде, при поддержке Ленинградского обкома партии. Поэтому мы вовсе не считаем, что все в партии, так сказать, прямо так руки сложили, ничего не делали. Мы видели поддержку во всем. И в Доме политпросвещения мы проводили съезды. В Доме политпросвещения Ленинградского обкома партии мы проводили регулярные съезды, движения коммунистической инициативы, куда Горбачёв направил члена президентского совета рабочего из Нижнего Тагила Ярина. Ну, этот Ярин, так сказать, больше тут был информатором, никакой активной такой созидательной роли он не сыграл, но он, тем не менее, присутствовал член президентского совета на нашем мероприятии. Так сказать, мы эти все, как крики о демократизации, о том, что вот, пожалуйста, пусть расцветают все цветы, использовали на полную катушку, и это всё проводили. Съезд первый состоялся, а программу, принятие программы мы отложили на второй съезд. Нас быстро зарегистрировали РКРП, так что я хочу вам доложить, что по существу предпосылки к созданию рабочей партии России это создание Объединённого фронта трудящихся, которые провозгласили, впервые провозгласили такие товарищи, как Пыжов, Красавин и я, на большом митинге у стадиона имени Кирова. И при поддержке товарища первого секретаря Петроградского райкома товарища Ракова мы раздали пять тысяч листовок и образовали конференцию, провели в этот же день Объединённого фронта трудящихся, и отсюда пошло вот это движение встречное, противоположное развалу и уничтожению. Собственно, которое привело к созданию рабочей партии России. Ну вот, самым таким ключевым этапом было создание Российской коммунистической рабочей партии, и мы очень думали, что надо сделать самое главное. Самое главное, чтобы партия снова стала партией рабочей, а не партией, в которой рабочий чувствует себя на вторых ролях. И для этого мы заложили в устав такое положение, что во всех руководящих органах, начиная от съезда и кончая, так сказать, любыми первичными организациями в комитетах, во всех органах должно быть большинство рабочих, во всех руководящих органах партии. И некоторые товарищи по этому поводу ворчали, что, я скажу, мы недооцениваем роль интеллигенции. Я говорю, ну, роль интеллигенции в идеи подавать хорошие, потому что идеи будут внимательно все выслушивать, а роль рабочих, они проводить в жизни эти идеи. Это будут делать, прежде всего, рабочие через трудовые коллективы. Поскольку я был в комиссии при организации съезда в Свердловский учредительного председателя мандатной комиссии, я решал вопрос о том, кому какой давать мандат. Красный, если он признает руководящего рабочих, вот этот пункт о том, чтобы в партии во всех органах было большинство рабочих. Если человек этот пункт не согласен с ним, я ему давал розовый мандат, который не давал права голоса. А, как вы знаете, на учредительные мероприятия никаких правил нет. Вот мы так проводили это дело. Мы решили собрать ядро из тех, кто за то, чтобы рабочие в партии имели главные, основные позиции, имели право голоса и могли бы решить, если они придут. Ну вот, а через, на следующий год, в 1992 году, мы уже проводили второй съезд в Свердловске. Ой, простите, в Челябинске. Учредительный съезд был в Свердловске, РКРП, Российско-Коммунистической рабочей партии, а вот следующий съезд был в Челябинске, и я делал доклад о программе. Программу, я повторяю, подготовили проект товарищи Долгов, товарищи Золотов и я. И в этой программе было заложено с тех пор, и с тех пор она у нас не меняется, программа. она стала меняться после нашего ухода из РКРП, вот, и причем до такой степени доменялось, туда написали такие глупости, после которых сняли регистрацию с РКРП. Вот, надо было внимательно думать, как написать. У нас было написано, что переход к социализму идет по тем революциям, а там написали про вооружение, про вооруженное восстание, ну вот так и закрыли. А вы представляете, сидит там человек где-то в регистрирующих органах, он вот вас любит, поддерживает, но вы же его снимаете с работы, если он вас зарегистрирует. Ну, они потеряли регистрацию, и после этого долго мыкались и вот зарегистрировали Ротфронт, а теперь в Ротфронт перетекают. Вот, такая история. Так вот, тогда мы подготовили очень аккуратно, так сказать, аккуратный текст, текст программы, это такой текст, который не меняется ежегодно, и не меняется даже в течение десятилетий. Текст программы должен быть такой, когда люди готовят его, который будет существовать до такого момента, когда то, что написано в программе, будет выполнено. Вот, скажем, когда поменялась программа, принятая на втором съезде РСРП, скажите, пожалуйста, программа, которая была принята, подготовлена Плеханом, Лениным и Мартовым, и принята съездом, вторым съездом, с которого начинается большевистская партия, со второго съезда, и когда она завершила свое действие, ну, тогда, когда совершена была революция, ушла гражданская война, в 1919 году на восьмом съезде и была создана программа российской коммунистической партии РКПБ, партии большевиков, РКПБ. И в этой программе, которая была, целый кусок, который связан с целью производства и положение о диктатуре про РКПБ, полностью сохранились. Почему? А потому что диктатура должна быть до полного коммунизма. У Ленина это написано в Великом Почтении. Поэтому и мы заложили в программу то, что должно быть там, как говорится, до тех пор, пока не будет полного коммунизма. То есть пока программа должна быть такой, что там должны быть меры, которые приводят к полному коммунизму, к полному уничтожению классов. Когда классов не будет, значит не будет политики, которая есть в классе борьба за завоевание и удержание политической власти, государственной власти. И поэтому вопрос решался таким образом, что надо сохранить все те положения, которые были в Ленинской программе первой, второй, и выбросить всё то, что весь этот груз ревизионизма, который накидали туда хрущёвцы, горбачёвцы и другие. И этот хлам с развитым социализмом, который потащил в наш проект, хотел притащить Косолапов, бывший хороший учёный, но когда он был главным редактором коммуниста, он заглотил эту ревизионистскую идею развитого социализма и хотел, чтобы у нас в программе были тоже ступени социализма, мы их вытравили. Вот его проект не прошёл, прошёл наш проект, который говорил о том, что здесь должно быть вот это. Значит, два товарища, Авлиане и Госолапов, как-то колебались, так сказать, поддержать программу, не поддержать. Особенно товарищ Макашёв, генерал Макашёв, который выступал против Горбачёва, ну вот как-то вот в этом отношении он говорил, ну вот у вас там не написано, что борьба с сионизмом, вот, а надо это вот написать всё. Ну я, поскольку уступал с закладом, я сказал так, что, ну это как-то слабо вы предлагаете, товарищ Макашёв. Ну что, я у него, кстати, был доверенным лицом, когда он был кандидатом в президенты. Ну что вы предлагаете борьбу с сионизмом? Вот Маркс, гораздо круче ставил вопрос, надо освободить человечество от еврейства. Это написано в статье Маркса к еврейскому вопросу. А там был зал большой-большой и ещё балкон, на котором сидели руководители, челябинский, председатель совета челябинского и так далее, они все ахнули. Я говорю, ну только Маркс объяснил, что такое еврейство не в национальном, а в политико-экономическом смысле, от культа денег, от культа золотого тельца. Причём таким вот еврейством заражены не только евреи, но и русские, и украинцы, и молдаване, и кто угодно может быть этим. Поэтому надо освободить людей от погони за доходами, от погони за культом золотого тельца, и в этом состоит задача. А задача коммунизма и коммунистической партии состоит в том, чтобы целью производства, и это вот заложено было в первую программу, оно перекочевало во вторую программу, и в нашу программу перекочевало. Цель социалистического производства обеспечения полного благосостояния, а это ещё условия для развития, и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Причём не отдельной какой-то личности, а всех членов общества. У Сталина есть работа «Анархизм или социализм» в первом томе собрания сочинений. И вот в этой работе говорится, анархисты говорят, всё для личности, освободим личность, и будет свободная масса. А мы говорим, освободим массу, тогда будет свободна и каждая личность. То есть Сталин обрисовал полную противоположность анархистского понимания целей производства и коммунистического. Поэтому эта цель вот снова заложена в нашу программу, она должна существовать не только в первой фазе коммунизма, а разве в высшей фазе коммунизма. При полном коммунизме не нужно будет дальше развивать всех членов общества. Разве эта задача временная? Поэтому программа, это вот, я ещё раз повторяю, такой документ, который изменяется тогда, когда произошли какие-то очень крупные события в жизни. И вот такие крупные события стали происходить у нас. Значит, дело в том, что через некоторое время уже к 93-му году мы обнаружили, что и в РКРП, то есть в Российской Коммунистической Рабочей Партии, где записано, что во всех органах должно быть большинство рабочих, рабочие как бы остались везде на вторых ролях. Почему? Ну, по таким причинам больше экономическим, потому что когда собирается какой-нибудь пленум обкома, райкома или Центральный Комитет, так получается как-то всегда, что вот в органе, в котором большинство рабочих, интеллигенты приходят почти все, а рабочие некоторые, потому что кто-то сменная работа у него, ну, ночью работал, либо не доехать, или доходов нет необходимых, а с этим делом всё больше трудностей, стали. И сейчас проблема с тем, чтобы собрать рабочих где-то в России, это же затраты, и затраты эти тяжело нести. Ну, в общем, короче говоря, мы увидели, а когда однажды права у нас не было первого секретаря в РКРП, а очень хотели товарищи снова ввести первый секретарь, чтобы был, чтобы всё чинно-мирно, как в КПСС, а не так, как у Ленина, когда были секретари, но не было никакого первого, и не было генерального. Генеральный у нас появился только за два года до смерти Ленина, Ленин предложил Сталина генеральным секретарём, когда уже революция прошла, и когда встали вопросы индустриализации, коллективизации, культурной революции, хозяйственного строительства, ну, которые требуют, так сказать, авторитета, об этом ещё я не говорил. А так, до этого никакой необходимости в этом не было, да и вообще непонятно, кому вы хотите сообщить, кто у вас первый секретарь или генеральный секретарь в условиях буржуазной диктатуры, с какой целью, чтобы его подкупили, убили детей, или внуков, или ещё что-нибудь придумали. В чём вообще идея эта? Я в своё время как-то разговаривал с товарищем Барышевым, секретарём ЦК ВКПБ, с которым мы сотрудничали с партией Нины Андреевой. Говорю, ну, что вы там вот написали, что у вас большевистская партия, Б пишется с большой буквы, а у большевиков с маленькой. У большевиков не было генерального секретаря, маленький бог у вас большой. Ну, если уж вы хотите делать как большевики, так вы делаете, а мы-то делаем, а вы-то так не делаете. Ну, вот мы обнаружили, что у нас снова рабочие в РКРП оказались на вторых ролях. Но, поскольку мы участвовали и в создании фронта трудящихся, и в создании, я имею в виду основной костяк, такой боевой костяк РКРП, и в создании инициативного движения коммунистов, и в разработке всех теоретических документов, мы поэтому поставили вопрос. А вот, к сожалению, Лектор Аркадьевич, когда обсуждался проект программы партии на Оргбюро, он движение коммунистической инициативы воздержался при голосовании. Я ему сказал, что такого не может быть, чтобы руководитель партии воздержался по вопросу о программе. Он должен или какую-то другую программу предложить, или эту принять, но такого не может быть. Короче говоря, решился вопрос таким образом, что мы решили провести эксперимент, поскольку права были у всех равные, членов ЦК. Однажды товарищи Гошин, товарищ Тимофеев и другие рабочие сели и стали вести пленум ЦК. Это было востребовано, как бунт, что оказывается вести должны быть только Тюлькин, Терентьев и другие бывшие партийные руководители из КПСС. А вот, чтобы рабочие вели, это вот семью печатями должна быть тайна, чтобы они никогда этим не овладели. Поэтому, когда мы это хорошо поняли, мы поставили вопрос, чтобы председатель Совета рабочих Ленинграда и руководитель рабочей комиссии Центрального комитета, товарищ Тимофеев, вошёл в состав Центрального комитета. И тут мы увидели, что и первый секретарь, и его, так сказать, окружение стали насмерть биться за то, чтобы это не прошло. А когда мы это увидели, то мы поняли, что, значит, первый опыт неудачный, что, следовательно, мы такого не допустим, чтобы опять произошло, как в КПСС, чтобы где-то рабочие были на вторых ролях, и мы призвали товарищей перейти в Российскую рабочую крестьянскую партию. Чтобы мы сначала решили сохранить первое время ту же самую аббревиатуру РКРП Рабочей Крестьянской Российской партии. И в 93-м году мы провели учредительный съезд, весь состав идеологической комиссии туда пришёл, и весь состав рабочей комиссии. То есть, можно сказать, что вот то, что составляет вообще суть партии, соединение социализма с рабочим движением, вот эти люди и собрались в рабочей партии России. А в рабочей партии России мы извлекли тот урок, который был нами получен, а именно, что недостаточно, чтобы члены партии были рабочие в большинстве во всех комитетах. Нет, надо, чтобы вот, когда идёт голосование в данный момент, вот сейчас идёт голосование на собрании, или идёт голосование на пленами центрального комитета, или в комитете, где бы то ни было. Вот в таких случаях не просто нужно думать о том, чтобы присутствовало здесь достаточно рабочих, надо, чтобы и при голосовании было обеспечено большинство рабочих. А получалось так, что вот в комитете большинство, при голосовании меньшинство, и так во всех органах. Вот почему в уставе, здесь в уставе рабочей партии России, что вообще при голосовании во всех органах решения руководящих органов считаются принятыми, если рабочие составили большинство голосовавших. Это пятнадцатый пункт устава, самый главный. И в рабочей партии России так и дело и обстоит. Например, представьте себе собрание Ленинградской организации, она большая, в неё входит очень много людей, в том числе из самых разных городов и весей нашей России. Там, где пока ещё нет первичных организаций, они входят в Ленинградскую организацию. И вот собирается собрание Ленинградской организации. Пришло три рабочих и двадцать нерабочих. Сколько будет участвовать в голосовании? В соответствии с вот этим пунктом устава три рабочих, значит, голосовать нерабочих может быть только двое, поскольку большинство должно быть голосующих рабочих. Значит, всего в голосовании будет участвовать пять человек. И вот участвуют пять человек в голосовании, принимают все решения, а все остальные имеют право совещательного голоса. То есть, они выступают, они доказывают, они обосновывают. Я, например, никогда не голосовал и никогда не голосую в рабочей партии России ни нас в Ленумин, ни нас в Еди, ни в ЦК, потому что если я не могу убедить двух рабочих, то я как-то считаю, что я тогда не интеллигент. И тогда я вообще не отвечаю тем требованиям, которые появляются от интеллигентов, которые входят в партию и которые должны убеждать, по крайней мере. Если они не могут убедить, зачем вот я буду голосовать. Поэтому у нас всегда решается предварительно, кто будет, сколько будет из интеллигентов голосовать. И вот если только что приняли еще одного члена партии, рабочего, вот уже не трое рабочих присутствует здесь на собрании, а четверо, тогда сколько может интеллигентов голосовать? Трое. Уже семь человек голосуют. Если еще одного примут, сейчас по ходу, вот на последнем собрании приняли 23 человека, и их несколько рабочих, каждый раз с пребыванием еще одного рабочего в состав партии, если они присутствуют здесь, присутствуют здесь, то, значит, соответственно, можно увеличивать количество голосующих интеллигентов. Поэтому эта норма, вроде бы с одной стороны кажется, что она направлена на поддержку рабочих, она действительно направлена на поддержку рабочих, а с другой стороны она направлена на поддержку интеллигентов. Мы свободно можем принимать интеллигентов в партию, потому что мы обеспокоимся в связи с тем, что их много. Ну, и хорошо людей хотят быть коммунистами, много людей хочет служить делу рабочего класса. Это что, плохо, что ли? Ну, хорошо. А голосовать? А голосовать рабочие пусть голосуют прежде всего. И столько интеллигентов с ними вместе так, чтобы большинство обеспечено голосовавших рабочих. Вот такие нормы у нас выдержаны и в программе, и в уставе. Поэтому я бы очень советовал не просто ознакомиться с программой устава, а его внимательнейшим образом изучить. Если будут возникать какие-то вопросы или непонятные какие-то моменты, и я, и другие товарищи, в том числе, как скажем, поскольку, скажем, я вот сопредседатель идеологической комиссии Центрального комитета, я на этот вопрос, я один из авторов проекта программы, должен на эти вопросы отвечать. Товарищ Золотов, между прочим, один из сопредседателей организационной комиссии, тоже Центрального комитета Рабочей партии России, можно ему вопросы адресовать, он тоже будет на это отвечать. Да я думаю, все товарищи, которые имеют тут достаточно большой опыт, и которые, так сказать, давно изучали программу, и которые прошли, они в состоянии на эти вопросы изучать, скажем, все преподаватели Красного университета нашего тоже могут на эти вопросы отвечать. Поэтому я очень советую не просто с этим ознакомиться, хотя на 18-м съезде обсуждался такой вопрос. Товарищи предложили написать, что членам партии считать того, кто усвоил программу Рабочей партии России, а Сталин говорит, это чрезмерно. Давайте напишем, кто признает программу и устав, потому что программа такой документ научный, что его нужно еще изучать, и человек должен быть в партии еще дальше изучать программу. И вот я очень рад, что сегодняшняя запись проводится не по моей инициативе и не по инициативе тех, кто у нас обеспечивает выкладывание в интернет соответствующих запись, по инициативе членов партии новых, которые как раз потребовали, чтобы этот вопрос о программе, об уставе был специально и дополнительно освещен. Я думаю, что этот вопрос не такой, который один раз на нем поговорили и забыли. Это тот вопрос, который у нас должен быть все время в центре внимания, и мы должны вопросы нашей программы обсуждать. И последнее, что я хочу сказать. Мы внесли одно только изменение в программу в связи с серьезным изменением политическим. Дело в том, что мы очень много сил потратили партийных, рабочая партия России, для того, чтобы провести основные положения, в которых заинтересованы профсоюзы в проект Трудового кодекса России. Мы выдвинули свой проект Трудового кодекса России, фонда рабочей академии, и вокруг этого проекта собрались все боевые профсоюзы, и профсоюз докеров, профсоюз авиадиспетчеров, с которым мы сейчас постоянно сотрудничаем, и вот проводим Российский комитет рабочих, который называется семинаром по рабочему движению Федерации профсоюзов России и фонда рабочей академии. И это, это и профсоюз железнодорожников, и защита труда, и это профсоюз работников радиолокации, радионавигации, связи, и соцпроф в этом участвовал тоже, который по настроению, я бы сказал, больше антикоммунистический такой профсоюз, но потому, какие он требования поддерживал, он поддерживал те требования, которые выдвигали и другие профсоюзы. Поэтому мы решили, что партия, если она партия рабочего класса, не может в своей программе не отразить то, что хотят, что выражают, чего добиваются и боевые профсоюзы. Поэтому после того, как состоялся съезд вот этих профсоюзов, образовавший Федерацию профсоюзов России, и образовал на Федерацию по итогам борьбы за трудовой кодекс и создание там профсоюзной партии труда, в которой все, так сказать, вот такие активные руководители, так сказать, заняли какие-то важные посты, например, Шейн, Олег Васильевич, стал председателем партии, а он руководитель профсоюза защиты труда. Такой товарищ, как Храмов, я о нем говорил, соцпроф, он стал председателем совета партии труда, а я, поскольку я программу написал и для этой партии труда, а мы являемся общественным объединением, строго говоря, мы общественное объединение под названием политическая партия, рабочая партия России, поэтому мы, так сказать, не подпадаем под закон о политических партиях, поэтому с нас и взятки гладки в этом смысле, нам не нужно ходить и у кого-то что-то просить или требовать, мы свободны, в выражении своих позиций. И вот я стал секретарем и вот все вместе мы выработали все положения, которые мы потом взяли и включили на 16 съезде в программу партии. Вы здесь увидите прямо целый пакет требований не того, что вот мы против того, против этого, как сейчас протестные действия, а вот именно за что мы должны бороться. Мы предложили это сделать и руководству Российской Коммунистической Рабочей Партии, которая проявляла желание и готовность с нами вместе с Рабочей Партией России, в 2000 году мы такое название приняли, хотела бороться за Трудовой Кодекс и действительно в этом участвовала и поддерживала. Мы предложили вот эти положения включить тоже в программу, а сейчас получилось так, мы-то в программу включили, а вот РП не включила, она включила в решение съезда, решение съезда, съезд прошел и все забыли, съезд следующий пришел, потом следующий и все забыли, поэтому они этим делом не руководствуются, поэтому они выступают сейчас за индексацию зарплаты в этих вот положениях, которые здесь у нас включены в программу и у них в решение съезда было записано между прочим повышение уровня реального содержания заработной платы и приближение зарплаты к стоимости рабочей силы и они к сожалению эту программу коллективных действий не выполняют, к сожалению вот по этим позициям мы довольно сильно разошлись именно потому что для нас вопрос о рабочих в партии и вопрос о том чтобы партия была действительно партия рабочего класса главной, центральной и основной и основной почему? потому что мы не хотим повторения тех событий которые произошли с КПСС когда КПСС переродилась и стала из партии рабочего класса партии буржуазной и мелкобуржуазной рабочей партией России является партией рабочего класса и этому подчинены все ее документы спасибо за внимание спасибо за внимание